19 октября в ТГУ состоялось торжественное открытие «Точки кипения». Пространство коллективной работы над проектами будущего появилось при участии Агентства стратегических инициатив. Университетская «Точка кипения» — это новый формат активности. Площадка для открытых лекций, дискуссий, круглых столов, которая сможет объединить представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых и студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. «Точки кипения» создаются по всей России. Более 400 человек подали заявку на сайте «Лидер.айди» и приняли участие в работе первого дня «Точки кипения» в ТГУ. Церемония открытия началась с подписания ректором ТГУ партнерского соглашения с платформой НТИ. Ректор ТГУ дал старт обсуждению мегапроекта по созданию европейского смарт-кампуса в центре Тольятти как механизма преобразования всего города в смарт-сити. У каждой точки кипения своя направленность. И вот мы хотим заниматься, я очень хочу, чтобы мы занимались именно обсуждением логики развития нашего города. И мне очень хотелось как раз обсуждать все вот то, что сегодня будет на «Точке кипения» именно в этой логике от смарт-кампуса к смарт-сити. «Точка кипения» — это пространство бесплатного коллективного сотрудничества всех основных направлений студенчества, бизнеса, власти. Мы призываем к коллаборации, к уважению друг друга в «Точке кипения» и к развитию нашей с вами экосистемы. Без кадров и без талантов, к сожалению, наша с вами экономика, матрица и высокие технологии невозможны. Поэтому развитие нашего сообщества через молодежь, через школьников и через студентов — это также одна из основных целей и задач платформы НТИ, НТИ, Агентства стратегических инициатив и точки кипения, конечно же. В рамках программы «Открытие» участникам были представлены планы опорного вуза по созданию умного кампуса европейского уровня как «Центр Тольятти». Мы все говорим здесь о цифровом кампусе, об умных технологиях. Надо разделять понятие цифрового кампуса и умного кампуса. В общем, умный кампус — это во многом еще и про комфортную среду, экологически безопасную среду, удобную образовательную среду. Вот я как раз говорю о физической составляющей понятия «кампус». Это новые образовательные пространства, которые как внешние, так и внутренние обучают людей, способствуют их постоянной коммуникации, созданию новых смыслов. То есть речь идет о комфортной среде пребывания студентов в университете. Появление в Тольятти дискуссионной площадки нового современного формата ждали не только в опорном вузе. Об этом на панельной дискуссии заявили представители власти и бизнеса. Программа первого дня работы точки кипения ТГУ получилась действительно обширной. В течение дня шли лекции, круглые столы. Стартовал Всероссийский фестиваль актуального научного кино «Фанк». Подводились итоги конкурсов. В режиме круглых столов состоялось обсуждение общего рецепта выхода моногородов из кризиса за счет развития университетских центров и трансформации индустриальной экономики моногородов в экономику знаний. Мы как раз завершая обсуждали, кто до какого градуса нагрелся. И до кипения никто не дошел. Не знаю, хорошо это или плохо. А то, что народ завелся и говорил, то, что думал, и за этими точками зрения стояла живая эмоция, живой интерес, то я думаю, что в этом смысле точка кипения сегодня абсолютно точно сработала. Находясь в самом сердце города, Smart Campus TGU может стать отправной точкой преобразования всего города в Smart City. Первые проекты в этом направлении уже предложили 30 студентов – участники трехдневного хакатона на базе TGU в Тольятти Smart Campus City Хакатон 2019. Шесть команд, в составе которых программисты, дизайнеры, урбанисты и экономисты, по сути, уже начали работать в точке кипения TGU за два дня до ее официального открытия. Студенты Тольяттинского госуниверситета, Тольяттинской академии управления и Поволжского государственного университета сервиса Без перерыва три дня и две ночи в режиме нон-стоп работали над оригинальными сервисами для Smart City и их прототипами для апробации на Smart Campus TGU. Моно полезно для города, потому что мы на этом мероприятии можем собрать самых отчаянных молодых людей, которые обладают особыми навыками, и заставить их в таких жестких условиях, в стрессовых условиях придумывать классные решения, которые потом можно будет реализовать, развить и воплотить в жизнь. Задачи молодым специалистам, участникам Хакатона, были поставлены так, чтобы не ограничивать их творчестве и в технических средствах реализации. Три лучших проекта, два из ТГУ и один из ТАО, по результатам публичной защиты разделили между собой призовой фонд в размере 100 тысяч рублей. Это две бессонные ночи, три дня упорной работы, когда мозги уже плывут, но в итоге ты разрабатываешь от каждого члена команды по идее, по реально стоящей идее, а потом ты все перечеркиваешь, берешь новую идею и разрабатываешь из нее проект, который реально будет актуален на сегодняшний день. Это еще одно мероприятие, мою копилку, портфолио и опыт, попробовать себя, свои силы, работу в команде с ребятами, которые мы не были знакомы раньше, узнать новые возможности, узнать, как работают люди, что интересно сейчас в мире, и что требует город от нас, что можем сделать мы для него. Уже сейчас в России открыта 41 вузовская точка кипения. Точка кипения – это, в общем-то, не формат, это возможность обсуждать вживую, именно кипеть, недаром, наверное, придумали это название, но очень образное, когда кипит мозг и появляется что-то новое, появляются, рождаются новые идеи. Это можно сделать только в неформате. В формальной обстановке, в заданном формате, это далеко не всегда получается. А здесь, я думаю, это получится. В рамках уже открытой точки кипения ТГУ с 25 по 26 октября пройдет стартап-викенд ТЛТ и полуфинал конкурса по программе «Умник». В программе «Стартап-викенд ТЛТ» лекции, индивидуальные консультации с экспертами и презентации проектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова